Добрый день, дорогие друзья! Я Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Сегодня у нас насыщенный день. Я подробно вам расскажу о устройстве Яндовой, начиная от монтажа гидроизоляции и заканчивая монтажом металла Яндовой. Как технологично исключить любые протечки в зоне Яндовой, особенно при монтаже гидроизоляции? Это очень важный вопрос, потому что устройству гидроизоляции в Яндовой нужно уделять особое внимание, так как Яндовая является сложным участком на кровле и требует к себе особого внимания. Итак, вот наш объект, который находится во Владимирской области. Пойдемте! Я впервые столкнулся с таким типом срубов, так называемая норвежская рубка. Давайте поинтересуемся у нашего заказчика, в чем преимущество данного сруба. Михаил, почему именно выбрали вы норвежскую рубку? Норвежская рубка считается самой лучшей. Два конуса сходятся, и при усыхании одно бревно наползает на другое. То есть нет никакого продувания. В этом и есть отличие от русской чаши. Нагрузка, рекомендованная для того, чтобы замки схлопнулись, была 100 кг на квадратный метр. Кто-то я удивился, потому что мы монтируем металлочерепицу, а стропила используют 100 на 200, такие объемные. Я думал, зачем? Ну, это вот как раз нужно для того, чтобы бревно все заклинило. Данный сруб не нужно конопатить. Вот. То есть четкое сочленение. Калибровка бревна производилась по сушеному бревну. Сруб не устоялся, но... Он обязательно сядь. Здесь используется W-образный паз, который при попадании воздуха делает замок еще воздушный. Синтетический утеплитель, холофайбер, экологически чистый. Не гниет и не позволяет никаким бактериям размножаться. Аджутовая лента впитывает в себя влагу и создает почву для размножения бактерий в межвенцовом пространстве. Главный вопрос, который интересует, наверное, всех по ценовой категории. Все это делает станок. Пилорамон. Да. И ручного труда здесь минимум. Это сруб среднеценовой категории. Вполне доступно. Да. Ну что ж, теперь мы будем знать, что есть такая норвежская рубка. На нашем объекте как раз есть две яндовые. Стропила у нас 200 мм. Заполняли утеплителем 200 мм. И делали перекладку брусками, чтобы избежать мостика холода. Перекладывали утеплитель поперек стропил, что добавило нам еще 5 см и в сумме 250 мм. Как раньше мы делали устройство яндовы. Как правило, яндовую растилают и потом монтируют бруски таким образом. Гвозди пробиваются в этой зоне. В нижней части яндовы протекает конденсат и вода. Хоть через прокладку уплотнительную, все равно приходилось пробивать здесь гвозди на гидроизоляцию. Я недавно был на семинаре компании Деркин. Узнал для себя новый метод монтажа гидроизоляции в зоне яндовой. И хочу с вами поделиться. Приступим к монтажу яндовой гидроизоляции. Для этого нужно закрутить бруски в зоне яндовой. Закрепим бруски не на гидроизоляцию, как раньше, а перед монтажом гидроизоляции. Два бруска в основании яндовой. Если взять центр яндовой, то примерно сантиметров 8 в одну сторону и в другую. Теперь, монтируя гидроизоляцию, как бы обворачиваем у них. Чтобы исключить протечки, гидроизоляцию нужно крепить теми же скобками для степлера, только на верхней стороне брусков, в верхней точке. Гидроизоляцию нужно раскатывать от верхней точки до нижней по ширине рулона и обволакивать установленные бруски. На эти бруски в верхнюю точку будет приходить обрешетка. На установленную гидроизоляцию в зоне яндовой мы уже накладываем, как бы, внахлёст сверху саму гидроизоляцию, которая приходит со ската. И теперь протечки просто невозможны. Диффузионная мембрана всё-таки у нас дышащая. Там очень мелкие поры на уровне капилляров. И дабы они не забивались вот этой строительной пылью, стружками, перед монтажом самой обрешетки надо обязательно всё тщательно счищать. Само крепление обрешетки нужно производить всё равно через уплотнительную ленту. Вся вода и конденсат будут обходить эту яндовую. Места крепления у нас только сверху. Обрешетку будем крепить через самоклеющийся уплотнитель. Скобки отцеплеров закрываем сверху. Протечек не будет. Яндовая это самый сложный участок. Мы сейчас произвели монтаж гидроизоляции в зоне яндовой. Я считаю, что это очень хороший способ. Исключает попадание воды в любом виде в кровельный пирог. Ну и дальше в помещение. Музыка Народное средство, которое наши кроечки используют при монтаже обрешетки, так называемый шаблон. Хотя есть и штатные шаблоны для монтажа обрешетки для металлочебицы. Чтобы каждую обрешетку не вымерять, вот делаю такой шаблон. По осям можно перемерить 35 сантиметров. Это ускоряет производительность труда. На этом объекте мы предусмотрели в зоне снегоздержания, а здесь они будут. Двойной слой обрешетки. В этой зоне мы будем крепить после монтажа металлочерепицы кронштейны для снегоздержания. Это значительно усилит саму конструкцию снегоздержания. Болты глухарей будут заходить не в одну доску и торчать, а в две. Это намного надежнее. Я провожу статистику по нашим объектам и гарантийные случаи. Вот именно в эту зиму у нас были срывы снега. Этой зимой у нас были обращения наших клиентов спустя 2-3 года, что срывало снегоздержание от снеговой нагрузки. Зима вот в этом году была очень снежная. Шел мокрый дождь неоднократно зимой, а потом ударял мороз, отчего снежные глыбы ломают глухари. Перед монтажом капельника конденсата мы доску-дюймовку используем как шаблон. Она имеет толщину 2,5 см, мы ее потом снимем, и зазор 2,5 см останется. В последующем клиент хочет это все подшивать, и как раз имитация бруса уйдет под карнизный капельник. Для гладкого металла, яндовой, необходим все-таки сплошной настил, поэтому мы в этом месте уплотняем нашу обрешетку. Добавляем между металлочерпичной обрешеткой шаговой еще просто по доске. Добавляем между металлочерпичной обрешетку. Теперь, когда мы яндовую с одной стороны уже уложили до самой верхней точки, важно, чтобы этот край доходил до центра конька. Нужно теперь по центру отрезать яндовую как бы продолжением конька, но оставить запас 2,5 см. Все это довольно-таки легко. В линии соединения лист яндовый нужно чем-то закрепить. Здесь ставится специальный кляймер. Теперь уже лист не качается. Также нужно сделать со второй стороны и в этом месте произведем соединение двух яндов. Накладываем второй лист и нам нужно обрезать так же, только оставить место для замка. Нам нужно соединить две яндовы в одинарный фальцевый замок. Этот замок не дает этой конструкции разойтись. Замок рекомендуется завалить до центра, не доходя 10 см. Сейчас сделаю отбортовку. Еще, еще. Вот так. Там же подсунете. Крепить яндовую обязательно нужно только на кляймерах. Это важный участок на кровле. По нему постоянно направленно бежит вода на край кровли. Поэтому яндовую я на своих объектах никогда не креплю саморезами. Мы всегда рады конструктивной критике. Прислушиваемся и делаем выводы. До сих пор учимся и набираемся опыта. Если это конструктивная критика. Но бывает не критика, а не пойми что. Вот, например, мне задают вопрос. Внимание, ненормативная лексика. Смотрел я сам вчера этот самый кровмонтаж, блядь. Тема, короче, тип ходит там, ебать, там конденсат, не конденсат, умничает, блядь. Лепят, короче, яндовую. Вот так вот. Вот это вот место, короче, они его, они его так подгибают и вот так загибают. То есть так петушком она стоит. Типа вот это самое правильное соединение. А крутят, короче, блядь, интерсоколы. Вот такие здоровые шуруповерты. А вот так делается яндово правильно. Кровмонтаж, тебе привет. Крепим на шурупы, ребята, на шурупы. Потому что клеймера это все хуйня. Она изгибается вот так вот, как пизда, блядь. И не держится толком ни хрена. Почему на крыше шуруп можно, а в яндовой нельзя, расскажите. На этом все. С вами был Мороз Алексей и компания Кровмонтаж. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok